ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. На этой неделе сотрудники ДПС в Кировской области будут уделять повышенное внимание автомобилям с излишней тонировкой стекол. ГИБДД напоминает, что за данное нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей. При повторном выявлении можно получить более строгое наказание – арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов, невыполнение требований сотрудника полиции. Добавлю, с начала этого года кировские автоинспекторы привлекли к ответственности более 1100 любителей глухой тонировки. ТРАССА 101 Подержанные легковушки продолжают дорожать вслед за новыми авто. Сложилась ситуация, когда машину с пробегом можно продать за сумму большую той, что была уплачена за нее в автосалоне. Такая тенденция, информирует издание за рулем, может сохраниться еще долгое время. Лидером по росту стоимости среди иномарок с пробегом в первом квартале этого года стала Шкода Октавия – плюс 11,5%. Далее идут Тойоты Камри и БМВ пятой серии – плюс 10%. Каждый пятый российский водитель, встретив на дороге автохулигана, начнет хулиганить в ответ. Например, постарается подрезать после того, как подрезали его. Опрос провело агентство «Автостат». 6% респондентов заявили, что будут всячески доказывать свое превосходство после перенесенного унижения. А вот 70% участников исследования просто выругаются и поедут дальше. Трасса 101 Российские ученые приступили к созданию летающего автомобиля, вернее, летающего электромобиля. Проект получил название «Циклокар». Длина и ширина аппарата – около 6 метров. Ожидается, что он сможет поднять воздух до 600 килограммов. Максимальная скорость – 250 километров в час. Дальность полета – до 500 километров. Испытания Чудо-техники намечены на 2022 год. Трасса 101 А Тойота показала прототип своего первого серийного электрического кроссовера. Машину, похожую на RAV4, нарекли замысловато – BZ4X. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Известно, что она будет иметь либо один, либо два электромотора, штурвал вместо рулевого колеса, цифровую приборную панель и большой сенсорный экран. Массовый выпуск моделей японцы собираются начать примерно через год. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok